Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, вот, и не только вопрос, но и ответ экспертов тоже, сейчас в частности вот первый ответ эксперта, который вам ответил, где он говорит то, что у вас глубинный страх поражения и так далее. Вполне может быть, что вы действительно боитесь поражения, вполне вероятно, что вы действительно опасаетесь критики, но для этого нужна причина, то есть причина, по которой вы боитесь критики, причина, по которой вы не понимаете, что такое критика, причина, по которой вы видите в этом что-то плохое для себя, это тоже довольно важный момент. Вот, но дело все здесь не столько в этом, на мой взгляд. Да, может быть, вы действительно боитесь поражения, может быть. Но, понимаете, в чем дело? Это может быть и что-то еще. Это может быть, например, вот я увидел, что вы, когда вы говорите, что я занимаюсь любыми делами с удовольствием, другими делами. Вот, только, особенно если эти дела, они не мои, да, вот, ну, другого человека. То есть вы что делаете? Вы, по сути, свою ответственность, да, вы не хотите нести за себя ответственность, не хотите брать на себя ответственность, избегаете вы ответственности. Да, ответственность именно, вот, в том контексте, в каком, описываете, ваше образование, что вы хотите заниматься делами других людей. Вот. Это, собственно, является, ну, на мой взгляд, очень показательным элементом. Вот. А почему вы не хотите нести за себя ответственность? Почему вы не хотите нести за себя ответственность? Опять же, кто-то вам может сказать, что, там, из-за страха, например, да, вот, кто-то, может сказать, что вы, там, действительно, боитесь всего-то. Ну, может быть, может быть, вы боитесь, опять же, но вопрос, на мой взгляд, в другом. Вот вы говорите, что проблема связана с работой. Я не хочу делать что-то, что приведет к развитию моего бизнеса и к своему собственному развитию, к вашему развитию, то есть. Вы говорите, я не хочу этого делать. Такой вопрос, а зачем вам это делать тогда? Для чего вам это делать тогда? Понимаете, лень, апатия связана либо с тем, что вы не берите в свои силы, это неуверенность в себе. В любом случае, это неуверенность в себе. Так вот, отсутствие веры в то, что вы справитесь с задачей. И с другой стороны, это, как раз таки, нежелание выходить из ситуации, в которой вы оказались. Вы не хотите из нее выходить. Она вас устраивает. Она... Она... Ситуация, я имею ввиду. Вам нравится, как сейчас. Все вроде бы спокойно. Все вроде бы стабильно. Несмотря на то, что... Вы понимаете, что нужно развиваться дальше, да? Вот. То есть, у вас нет целей, как таковых. Но, опять же, на мой взгляд, у вас нет целей. То есть, нет понимания, для чего, зачем мне это делать. Вы говорите, развитие личности, хорошо. А что такое развитие личности? Как, например, вы его, допустим, понимаете, развитие личности? Что оно для вас, значит, какое значение оно для вас имеет? Развитие личности, опять же. Потому-то, вы говорите о развитии личности, но, может быть, вы не понимаете того, насколько вам это важно. Вы не идентифицируете никак в нашем смысле себя этой цели. То есть, цель есть по-настоящему глобальное развитие личности. А дальше что? Что это такое? Это вы, скорее всего, не знаете. Или не до конца думаете вот тут. Понимаете, да, что надо? Надо вот развиваться, надо развиваться личностью. Кому надо? Кто решил? Кто решил, что надо? Не очень понятно. Поэтому этот момент я рекомендую вам отдельно, ну, отдельно постараться разобрать. Потому что он, ну, очень важный, на мой взгляд. Вы говорите какие-то правильные вещи, но при этом не вкладывайте в эти вещи, по сути дела, особого смысла. Большого смысла, если угодно. А это все-таки довольно плохо. Вот. Следующее. 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 Это комфорт. Я думаю, вы не будете спорить всем, что ваша ситуация, в которой вы сейчас оказались, это ситуация комфорта. Когда вроде бы, вроде бы у вас все есть, а вроде бы вас все устраивает, а вроде бы все так, как вы хотите, вы понимаете, что нужно двигаться дальше. Вы понимаете, что, вот, собственно, нужно, там, ну, нужно развиваться. Поэтому вы понимаете, что если вы развиваете, то вы выйдете из зоны комфорта. Если вы будете какие-то вещи делать для развития бизнеса, скорее всего, вы выйдете из зоны комфорта. И это вас напрягает. Вам это неприятно. Вы чувствуете, что что-то будет меняться, и стабильность уйдет. Стабильность исчезнет. Соответственно, нужно разбираться, что есть зона комфорта. Что она из себя представляет, эта зона комфорта. Как из этой зоны комфорта себя вывести? Это ведь нужно сделать. Нужно вывести себя из зоны комфорта. То есть лишить себя того, что вы получаете в этой ситуации. Ситуация, в которой вы находитесь сейчас. Постарайтесь об этом тоже подумать. Это очень важный момент. Далее. Далее вы говорите такую вещь, что если для твоего бизнеса я не буду делать ничего, не буду развиваться, то что будет плохо. Говорите вы. Опять же. Тогда. Давайте попробуем так. Если вы говорите, что бизнес нужно развивать обязательно, и что если его не развивать, то будет плохо, будет неприятно. Но опять же, вы имеете на это причины. Причины вы имеете. Вы имеете основание. Так думать. Почему? Почему вы так думаете? Почему вы думаете обязательно, что бизнес не может просто приносить определенную прибыль, и все. Почему вы считаете, что его обязательно нужно развивать. Понимаете, это в коротком смысле дуалистическая ситуация, когда вы говорите, что мне нужно развивать свой бизнес, нужно развиваться самому. Но при этом вопрос, а так ли это нужно, и нужно ли в этом направлении, именно в бизнес. То есть, может быть, вы, значит, в начале, вы же добились чего-то в бизнесе, правильно? И, вполне вероятно, тогда таких проблем у вас не было. Эти проблемы есть только сейчас. А это значит, что, скорее всего, вы сейчас достигли своего определенного потолка. И вам развиваться нужно сейчас, вполне возможно, не в сторону бизнеса, а в сторону чего-то другого. Например, личная жизнь, там, социальная жизнь, там, еще, может быть, какие-то моменты. Понимаете? То есть, именно в дуалистичной ситуации и в том, что это может быть то, что вы хотите делать, вам не нужно. И вы следуете навязанным извне стереотипам, значит, при этом эти стереотипы не являются чем-то вашим. Что вы считаете в глубине дыши правильным. Потому что, ну, сперва я рекомендую вам на это посмотреть, об этом подумать. А потом, когда вы скажете, что нет, вот, знаете, я все-таки хочу, я хочу заниматься бизнесом, я хочу продвигаться в бизнесе, но не могу этого сделать. Не могу этого сделать. Вот, если вы скажете, что я хочу, и если вы понимаете, что это ваше желание, что это вы хотите именно вы, вот тогда будет справедливо все, что вам сказала моя коллега. Но и тогда же нужно будет с вами более подробно разбираться. А пока это проходит просто на то, что вы, вот, понимаете, что надо, понимаете, что нужно, но кому надо, кому нужно, и так это нужно сейчас. И стоит ли обращать в данный момент на это внимание, это как бы все остается закатом. Поэтому вы не усугубляете проблему, вы посмотрите на мир реально. Будут у вас проблемы какие-то, появится необходимость, реальная необходимость развиваться в бизнесе, развиваться в личностном плане, именно в контексте бизнеса. Будете это делать. Мы же всего-то добили. А пока, может быть, вас все устраивает, пока все относительно стабильно, так, может быть, стоит подумать о чем-то другом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok